Привет из Винницы. Подожди, Винница это же на Украине, если не ошибаюсь, конечно. Даже не знаю, хочу покушать, но не знаю, что. Наверное, пойду куплю фруктов. Ничего тяжелого, что не хочется есть. У меня был такой heavy обед сегодня. Так. Который час у меня 17.41. Ну вот, я закончила работу в 17.30. Немножко задержалась. И вот вышла в эфир с вами поболтать. Мне тоже не хочется тяжелого тела, клубничку. Я тоже почему-то чувствую, что хочу что-то, но не хочу ничего тяжелого. Прям не хочу. И думаю, чтобы, чтобы купить. У меня в Севастополе 12.40. Это утро, да? День, то есть день. Ну, о-о-о-о. Ангель-белок врезался в меня. Возьму BlueBring. 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 нато 555 привет весны вообще не было на рубежом сапожка ходят боже мой queen queen я запомнил о вас queen добрый день добрый 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 доброго замечательного дня пойдемте мой любимый мою любимую папа когда из строится летний домик где не печка а прямо в середине можно сделать как типа мангала что ли а вот и там можно готовить там можно кушать это называется пацхат 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 смотрите вот он стоит сейчас пойдем туда сядем а ну там кто-то сидит уже кто-то уже сидит там очень любят сидит всякие бабульки и дедульки посмотрите как здесь бабушки и дедушки забавляются посмотрите что происходит как они играют вот именно где-то по 60 по 70 по 80 лет вот посмотрите как я в какой хорошей форме они все и как они играют вот пошла бы наша 80 летняя бабушка вот так вот на улицу играть вот и все бы смеялись бы над ней а разве это не прекрасно разве так же было чтобы если человек в возрасте чтобы не ставили крест и не говорили да ты бабка сидит дома это вообще у нас вот когда я на доме два была тут вообще на мою возраст мне было тогда 47 лет ну какой это возраст какой это возраст и вот они мне тыкали там вообще конечно молодежь не понимают что в любом возрасте люди должны быть на позитиве люди должны заниматься спортом люди должны ходить в лаунч бары люди должны ходить везде везде они должны вести абсолютно активный образ жизни как раз чем чем старше чем активнее должна быть жизнь больше прожить вот прекрасно вы видите спасибо вам да сегодня я выспалась я просто вчера была убитая девочки я просто сама себя не узнавала мне так было я почему-то не могла уснуть вот я просто крутилась я наслушаюсь этих новостей а вот и все и потом начинаю переживать я начинаю вот думаю что будет вот в случае если проиграем вот что будет что будет и меня начинает просто накрывать просто так начинаю переживать хотя это нельзя конечно должна быть уверенность должна быть что победа будет обязательно понимаете идет война против против дьявола против дьявол против дьявол противостоит светлым силам то есть темные силы противостоят светлым силам а вот и и конечно же светлые силы должны выиграть потому что те люди которые принадлежат дьяволу те люди которые служат дьяволу они конечно генетически как бы люди они генетически это человеки но ментально это не люди ментально это абсолютно абсолютные и человеконенавистные они абсолютно другие они опойте стий это вообще оккультизм каббализм каббализм тоже оккультизм кстати каббалистика это оккультизм а вот поэтому конечно я бы не хотела чтобы выиграли темные силы силы я их люцифери не люциферианистами называли цирианисты точно если есть возможность только в китае надо писалось да нет почему не только в китае у нас посмотрите как дедушка сидит вот просто даже даже сам жест как он сидит как прямо на корточках посмотрите вот вот в белой рубашке вот посмотри ему лет 80 примерно а сидит как молодой пацан но но это просто прелесть а вот это в красной вот вот он но он очень хочет посмотрите как он играет посмотрите он очень старый человек а посмотрите какая легкость посмотрите как здорово присел на корточках дедулечка как молодой пацан круто тогда заберут в кашенька прямо с улицы россия станет свободной вот что будет да дай бог потому что знаете россия воюет больше трехсот подождите когда когда вот губернии объединились было вот россия была губе состояла из губернии потом эти губернии объединились и россия стала великой страной огромной великой страной которая которую значит у которой границы с 18 странами то есть у нас 18 границ и нас омывают нет 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 по моему нас 8 на у нас омывает 18 морей а сколько стран сколько у нас забыла сейчас но очень много но естественно про ресурсы мы все знаем какие у нас ресурсы и нефть и газы золото и прочее прочее но но только один байкал что стоит только один байкал это просто шедеврально самое глубокое озеро в мире которая если даже весь мир останется без воды весь мир останется без воды 40 лет байкал только может напоить весь мир это раз если целый год если целый 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 год со всех источников вот со всех озер и озер будет соберем соберем воду даже целый год и со всего мира будем собирать воду даже даже тогда не получится как байкал представляете со всего мира какая великого величия такое величие на спорт да мы во всем во всем почему ненавидят и поэтому вот когда этой губернии объединились об этом узнала конечно весь мир весь мир завидовал что эта страна стала великой огромной из и и было крым построена 1400 каком-то году в общем с тех пор по 20 то есть 14 века по 20 век мы воюем представьте себе 300 с чем-то лет с нами воюем с нами воюют с нами воюю 300 с лишним лет с россией воюю 300 с лишним лет представляете 4 как только случилось объединение губернии как только построили кремль объявили москву главным городом и столицей все все россии а вот всего прошла всего сколько веков ну что за 6 веков мы примерно 375 лет защищаемся 375 лет то есть половина жизни половина это вообще конечно это больше половины времени то есть под 6 веков и 6 веков больше трех веков не защищаемся больше трех веков один такой сидит в розыске к балла а а а а а кавалист спасибо небеса за правильные слова непроиграемая хорошая женщина спасибо а брокин в мире война и мир достоевского признан самым самым лучшим произведением а екатерина сделала екатерина сделала эрмитаж где представлены 3 миллиона экспонатов если даже на каждого из них посмотрим если на каждого из них посмотрим хотя бы по минуту у нас уйдет 25 лет дорогие у нас это вообще это великая величайшая страна поэтому вот так вот вот прям не могут пережить не могут не могут это пережить не могут самое правильное что здесь было сделано это объединение губернии 14 веке это это было самое правильное что сделано и на самом деле сейчас все вот сейчас как раз стояла вопрос о том что их хотели опять разъединить на губернии ну слава богу слава богу что этого не произошло слава богу что в этих людей которые это что сейчас путин сделал так обвернул ситуацию за то что они должны рассчитываться рублями за нефть за газы за вообще за наши ресурсы за это вот кстати кадафе хотел сделать золотой дина динар золотой динар у него тоже был именно этот же план но посмотрите как его показательно образцово растерзали просто сравнили с землей и показали всему миру кто посмеет тот тому постигнет такая же участь но россия не испугалась меня мурашки пошли посмотрите мне мурашки прям стали вот просто мурашки россия не испугалась дай бог просто каждую секунду надо молиться чтобы эти сатанистские силы и оккультистские силы оккультизм чтобы не по оккультисты чтобы не выиграли эту войну война бога война плей мне вот а вот вот так вот надо поближе к байкалу перебираться потихоньку чтобы только китайцы у нас его не забрали не дай бог не дай бог что скажете насчет финляндии блин вошли в нато они вошли все-таки в нато вот посмотрите это вообще конечно плохо это плохо то что они подступят к нашим границам сейчас то что они хотели сделать через украину могут осуществить через финляндию ой как я ненавижу вот это вот легко любить страну издалека вот если бы я там было просто но personnage перевернула бы мир какая глупость как как прекрасный какой низкий уровень вам скажу какой низкий уровень боже про сам про прости просто прости какая разница где я какая разница где я какая разница фу фу я вам скажу фу просто вот это вот осуждение вот это вот беспочвенное осуждение к людям это 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 просто вот вот это губит как раз россию просто лишь бы докопаться лишь бы прицепиться лишь бы обосрать лишь бы лишь бы лишь бы просто слов нет вот честно я вам скажу слов нет и слов нет я не обязана там находиться я поддерживаю всей своей души молитвами чем вот чем я могу это молиться я больше ничего не умею я я не военный я не начальник и не деятель власти никто но я у меня есть своя позиция насчет этой страны этого я считаю что это для меня до этого достаточно что я могу я делаю а вот выше себя я прыгнуть не могу а сидеть там и ничего не делать это лучше и слово свое никому не донести это лучше я хотя бы до народа доношу ту правду которая есть и я намного больше вклада делаю чем вы вы только сидите диванные вот эти вот диванные просто вот просто слов нет вот просто слов нет вы даже даже самого патриота у самого патриота можете отбить желание быть патриотом вот такие как вы просто плать заблокировать вас хочется сейчас только и защищаемся не живем